Не проматывай, сейчас будет важно. За два месяца отсутствия роликов на канале, YouTube конкретно меня наказывает, сейчас канал находится в теневом бане, в рекомендациях ролики почти не всплывают, и, ребят, я очень рассчитываю на вашу поддержку, потому что только с вашей помощью можно вернуть утраченные позиции, поэтому ваша активность, ваши лайки, ваши комменты, все это поможет продвижению контента, и я вам буду крайне признателен, и в качестве благодарности буду пилить видосы, полезные, актуальные, делать это. Это максимально интенсивно. Сегодня ролик посвящен лучшему бюджетному составу на старте FIFA 21, а еще в эти дни проходят футбольные матчи национальных сборных, за ними и не только, куда круче следить в компании наших хороших друзей из One X, выбирай своего фаворита, чекай закрепленный комментарий, пользуйся моим промоконом, получай крутой бонус, будь молодцом, приятного просмотра. Давайте сразу обусловимся. Стартовый состав нам нужен для того, чтобы с наименьшими потерями нервных клеток и бюджета нормально чувствовать себя в первую неделю игры и при должной ловкости рок получить заветную квалификацию в Weekend League. На креативность начальный сквад претендовать не должен и не будет, главное соотношение цена-качество и общая играбельность. Еще до релиза игры, чисто на бумаге, я разобрал не один десяток сочетаний. Критерий, по сути, был только один, стоимость не выше 100 тысяч монет. После калибровки в Division Rivals и выполнения примитивных заданий, эта сумма будет у каждого, а значит любой, даже неискушенный любитель FIFA сможет позволить себе эту команду. Приступим. В ворота встает Рулли. С какого перепуга? Все просто. Статы нормальные, плюс трейд на сейвы ногами. Мало кто на это обращает внимание и на самом деле зря. В центре обороны слева нужен бразилец из того же чемпионата. Диего Карлос пока что оверпрайсовый, Эдер Милитау ближе к реальности, и если удастся его заснайпить за хороший ценник, ставьте именно его. Но мы пока заберем самый нищебродский, но так-то неплохой вариант в лице Габриэла Паулисты. Скорости у него откровенно маловато, но непосредственно в отборе он даже лучше вышеупомянутых соотечественников. Но эта карточка в обязательном порядке требует стиль сыгранности тень. Думаете, хорошего ЦЗшника Хермоса не назовут? А вот и нет. Эрмоса отличный бюджетный вариант, у которого со всеми характеристиками полный порядок. Считай второй Эдер Милитау, только не такой распиаренный. Тень тут тоже лишней не будет. Берите либо уже с ней, либо накиньте сами. Слева в защите Алекс Тейш. Топовый ЛЗ за более чем вменяемый ценник. Уже который год подряд это один из лучших игроков на своей позиции, вне зависимости от бюджета. С ним и в ВЛ-ку ломануться не зашкварно. Справа парниша чуть попроще. Физухи у капы не занимать, но в остальном ничего особенного. Просто играбельный ПЗ, который стоит совсем копейки. Разумеется, обоим крайним защитникам тоже берем стиль сыгранности тень. Идем дальше. Слева в полузащите снова Бразилец. Сюда заступит, уже считай, ветеран УПЛ Тайсон. Отличный, быстрый и техничный игрок. Выступал бы в топовом чемпионате, стоил бы на трансферном рынке раз эдак в 5 больше. Рядом с ним, в качестве либо опорника, либо бокс-тубокса, выступит один из самых крутых универсалов Сияфифы Паулиньо. Он будет одинаково полезен и в разрушении, и в созидании. Если нужно, хоть на цапь сыграть без проблем. А финишинг, то есть завершение 84, будет пожирнее, чем у многих распиаренных нападающих бегунков. Вторым цепешникам в идеале надо ставить либо Льоренто, либо Вальверде. Если позволит бюджет, оба будут почти так же хороши, как Паулиньо. А если требуется чистый опорник с отличным отбором и физухой, смотрите Томаса Парти. Но на самом старте, почти забесплатно, можно поставить Эктера Реру, который, если всмотреть в подробные характеристики, весьма приличный игрок по квиксельной цене. Его в основу и поставим. Справа есть сразу два интересных варианта. Порту или Корреа. Первый быстрее, крепче, но всего с трешкой на финтах. Второй менее расторопный, но имеет по 4 звезды и там, и сям, и более крутые показатели в завершении. Тут каждому свое, и мы по традиции забираем более бюджетный вариант. В нападении слева вы уже догадались. Легендарный Алекс Тейшейер на старте игры вообще вне конкуренции. Сумасшедшая скорость. По 4 звезды на слабой ноге и особых приемах, сносное завершение и дриблинг. Просто накидываем в стиль сыгранности финишер и получаем жесточайшего бюджетного беста. В пару к нему есть варианты. Самый очевидный, пожалуй, Жоао Феликс. Если дружите с финтами, берите не думая. Но я бы посоветовал попробовать еще двоих ребят. Во-первых, внебрачного сына Златана Исака. 190 с лишним роста, но при этом достаточная ловкость, 4 звезды на финтах и аж 5 на слабой ноге. Может не самым мобильный, но верх будет выигрывать стабильно и одинаково четко лупить с обоих костылей. Но мы поставим более традиционного по телосложению, но еще менее популярного Авилу. Получите эдакого бутерогению на минималках. Особых приемов всего 3 звездочки, но пятак на слабой ноге и суперская физуха свое дело обязательно скажут. На скамейку советую поставить быстрых и жестких ребят, которые смогут заменить уставшую атаку во втором тайме. Лично я выбрал Рафу и Промеса. Ну и Исаку тоже дадим проявить себя. Тестировать сквад отправляемся в Дивижн Райвлс. В третьем дивизионе соперники должны быть солидные, так что испытание этой команде предстоит жесткое. Любопытно, что сходу нам попадается чем-то похожая команда с вышеупомянутыми фигурантами. Тут один Диего Карлос стоит, как вся наша команда. У руля таких сумм задорожали колянки, и едва не случился нубский перевоз. Затем соперник провел еще парочку острых выпадов, где снова вступать в игру пришлось аргентинскому киперу. Но и наши пылевые бесты тоже не лакомшиты. В середине тайма уже оппоненту пришлось потеть в обороне, и на 38-й минуте усилиями атакующего трио в лице Авилы, Корея и Тайсона вся элитная защита была разрезана двумя передачами. Банка на счету бразильца. После перерыва, как и договаривались, выпускаем Исака и двух лавочных монстров. И буквально спустя пару минут жалеем об этом. Рослый шведский дуб дважды не смог зацепиться за мяч, и в итоге потеря, которая в совокупности с гениальной передачей паулисты стоила пропущенного гола. В догонку сеньору рульли едва не оформили второй. Экстренно зажатый треугольник и отважный выход вратаря пожар потушили. Ничья парней в красном так-то ни разу не устраивала, и в эндшпиле паулинио и сотоварищи плотно засели на вражеской территории. Чтобы снова выйти вперед, не хватало совсем чуть-чуть. Уже в добавленное время соп зарабатывает штрафной. На ворот 30 метров, и он спецом выпускает с лавки Халка. Маэстро исполняет его истину шедеврально, и у нас остается призрецный шанс реактивно улететь в последнюю атаку, пока судья не достал совистульку. Рэпу отдельное спасибо за понимание, ибо возможностью воспользовались сполна. Раф уносится по флангу, классической вертушкой из 16-й фифы отправляет в буфет защитника, и паулинио ставит жирную точку. Закрепленный комментарий, мой промокод, твой бонус. Следующая катка предстояла снова против знакомых лиц, преимущественно испанской национальности. Как полагается, соперник начал за здравие, но пустил первым. Не без помощи рикошета, Тайшеера с передачи Авила открывает счет. На 22-й минуте, после плотного удара все того же аргентинца, зарабатываем угловой, и тут каким-то непостижимым образом, сметая все на пути, а мяч буквально с мясом заносит в сетку Эктера Рера. Вы там не думайте, что соперник попался никудышный. Напрягал он тоже исправно, а бароне и вратарю то и дело приходилось выручать в последний момент. Это, наверное, как раз тот случай, когда счет не совсем по игре, ибо в начале второго тайма Тайше и Росавилой заколачивают легчайший третий. А вот дальше все же начала накатывать справедливость. Эрмоса не успевает заблокировать и Ньяки, и тот спокойно прокатывает в ближний. В ответ был шанс снять все вопросы, внезапно рванувший в атаку Паулиста скидывает Тайшери, но удар блокируют, бразилец ломает пах и вдогонку знатно получает в табло. Раненого бойца экстренно сменили, попутно выпустив свежак, но не успели парни потрогать мячишко, как соп на удивление беспрепятственно закидывает нам второй. По ту сторону экрана замаячил камбэк Израэль, и что надо делать в такой ситуации? Правильно, забрать контроль и держать мяч как можно дальше от своих ворот. Боевые 3-2 и еще один более дорогой состав повержен. Всего за время тестов я сыграл 7 матчей, слил только один топовой серии А, да и там по статье, кстати, катка была равной. Ну и одну ничейку еще скатал. Остальное, как видите, победы. Сквад реально за свой ценник годный. Вместе со всеми стилями сыгранности на день выхода ролика, он стоит в районе 80 тысяч монет, и отрабатывает этот прайс на 200%. Единственный, кто особо не впечатлил, Исак. Но работяга выходила с замены, на пятерки сыгранности, может в старте, и в более умелых руках он покажет себя лучше. С каким составом вы начнете и уже начали свои подвиги в FIFA 21, обязательно напишите в комментариях. Напомню, сейчас ваша активность реально важна каналу, и не забывайте подписываться на инстаграм, на канал тоже, если это вы еще не сделали, или прожимайте колокольчик, и, разумеется, чекайте ссылки в закрепленном комментарии и в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok